на ремонте вот такой газовый котел термет он правда уже без лицевой панели значит привезли мне его с поломкой не зажигается и не включается циркуляционный насос ну пока решаю вопрос с первым с первой частью не зажигается потому что ну раз не зажигается наверное скорее всего из этого и не и уже потом когда заживется наверное фитиль именно когда фитиль заживается возможно тогда есть возможность включить насос ну я так думаю значит по розжигу термопара если ее открутить то видно что она уже прогрела и только под замену но она такая модная смотрите вот сама термопара а дальше она из нее выходит два контакта один из корпуса а второй этот контакт уходит аж на датчик на термопредохранитель в пая потом точно такой же в провод возвращается на уже туда на контакт такой термопредохранитель такую термопару я найти не смог нашел вот такую значит что я сделаю поставлю сюда эту термопару сейчас вот вот эту вот тут часть оплетки часть металлической значит вот здесь отпушу освобожу внутреннюю внутренний электрод который вот здесь внутренний электрод пошел вот сюда значит кто из них вот этот вот этот проводок вот эту медную шину подпаяю ее просто на припой вот сюда вот отрежу и подальше сюда она здесь приварена потому что она рядом с горячей частью и здесь если припаяться то может температура высить и отпаяться обыкновенный свинцовый припой может отпаяться поэтому я припаяю аж вот сюда здесь он точно не нагреется а вот эту часть центрального электрода припаяю вот отрежу здесь и припаяюсь тоже свинцовым электродом ну вот и все просто что нужно сделать это расчехлить аккуратненько здесь часть медной трубки здесь я откусываю а эту часть медной трубки возьму над фельком подрежу так чтобы ее можно было снять и все у меня вот эта гаечка уберется а припаяюсь просто к меди здесь и к центральному электроду здесь и таким образом потому что ну по форме вот такой это котел термет что-то я даже не нашел такой но у нас городе можно купить только вот евросит или короткий или или длинный все больше никаких вариантов нет по форме только плюс-минус такие есть только с разным диаметром вот этой гайки все остальное одинаково ну вот приступим к работе и так что я сделал я взял треугольный надфиль немножко пропилил по кругу и потом плоскоупчиками клад и она сломалась и увидел что в общем-то качество стремное значит вот эту пилюльку мы обрезаем соответственно вот это снимаем и вот это снимаем и вот это буду значит смотрите у фирменных вот здесь еще намотана стекло стекло тканью стеклоизоляцией а здесь просто лак и все никаких никакой защиты абсолютно никакой защиты от замыкания то есть как бы защитой является лак это конечно немножко стрёмненько нету и все поэтому сейчас я вот здесь край зачищу от лака завожу и получается что припаяю припаивать буду здесь токи абсолютно никакие вольты 20 милливольт припаивать буду вот таким паяльником 100 ваттным почему им потому что ну медь большая здесь нужно разогреть по сути дела это и весь ремонт с родной там есть кембрики такие стекла из стекла ткани и возможно вот сюда на край если она сюда влезет то краешек будет защищен ну а так немножко стремненько что нету никакой защиты этого электрода от этого кроме вот этого лака слой лака если вдруг где-то передавилась то он обязательно замкнет и работать не будет то есть если аккуратно руками не трогать то работать будет ну вот такая схема работы и я думаю что это будет весь ремонт ну а там дальше посмотрим разожгется включится ли насос это мы уже дальше посмотрим вот такая история дальше покажу чем все закончилось так получилось теперь вот такой стоит электрод вот так подпаялся я корпусная корпусная корпусной и центральной не получилось мне кембрик с этого снял но он сюда внутренне за не зала здесь диаметр больше был а просто обыкновенную термоусадочную трубочку сюда засуну чтобы именно вот вдруг чего держишь подрезанный край чтобы краем не нарушился лак и не начало замыкать как появился вот к этому проводку в общем то и все идет он на термо предохранитель он рабочий я прозвонил а с термо предохранителя уже идет на клапан все теперь минус плюс клапан на клапан идет и зажиг должен в принципе сработал вот такой не сложный ремонт длина вот эти трубки в принципе можно или прямо аж сюда затянуть всю длину взять вот если 60 сантиметров можно и не отрезать вот здесь а прямо вот сюда затянуть и сюда на контакт припаять вот этот центральный электрод то есть можно было так поступить но я купил самую короткую она дешевле всего стоит в чем же поломка здесь смотрите вот здесь прогорел здесь вот такой такая хорошая металл еще целый а здесь уже прогорел и контакта между центральным и наружным электродом уже нет потому что он прогорел и из-за этого не создается напряжение в 20 милливольт и не держит электроклапан повторяйте не подключал его еще к газу это нужно как-то как-то это нужно сделать но сейчас как бы все в порядке должно быть подключу папа проверю посмотрю как он работает здесь в принципе кроме вот этого больше никакой автоматики и не стоит датчик давления вода 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 вот есть тут как-то не работает датчик давления воды в системе и в принципе говорил хозяин что он и не даже без давления не реагировал не было давления но все равно котел работал исправно поэтому думаю что это полностью решила проблему но я еще посмотрю нужно проверить срабатывает ли циркуляционный насос потому что хозяин